Для кого-то лето, время отдыха и отпусков, а для других самый разгар работы. Как-никак летом начинается сезон свадеб и ни для кого не секрет, что ни одно мероприятие не обходится без выступления звезд. По этой причине журналисты Хит-Тиви решили узнать мнение артистов об уровне той бизнеса на сегодняшний день. Летом в ночное время наш любимый мегаполис удивляет не только своей красотой, но и нескончаемым весельем и шумом в ресторанах. Как-никак казахстанцы любят устраивать свадьбы с размахом. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отрадно, что ты видишь изобилие, когда-то чересчур, это кич какой-то. Мне кажется, надо очень немного поскромнее вести себя. Людям надо зарабатывать деньги. Но сейчас, мне кажется, немножко небольшой такой кризис у людей. Я вот сколько слышу, у многих сейчас мало заказов и так далее. Но я очень надеюсь, что твой бизнес будет процветать. Все-таки это наш менталитет и от этого никуда не деться. Да, кризис кризисам, но каждый год мы становимся свидетелями невероятно пышных свадеб. Заказчик готов выложить любые деньги, лишь бы удивить своих гостей. Не секрет, что многие артисты охотно соглашаются на то, чтобы выступить на торжестве. Кто-то говорит, что это отличный способ подзаработать, другие признаются, что не одобряют это направление. Конечно, как артист я бы хотела, чтобы у нас была возможность выступать на больших площадках с живым звуком, с красивым светом, со своим зрителем, который видит себя, слушает себя. А не только выступать на тое, где, в принципе, человеку все равно, кто выступает на сцене. Главное, чтобы желудок был сыт, увидел родственников, родных. Поэтому, к сожалению, твой бизнес, наверное, скоро себя изживет. Это мой такой прогноз. Как бы там ни было, ни для кого не секрет, что ярых противников той бизнеса можно увидеть выступающими на мероприятиях подобного рода. Но, как комментируют артисты, делается это только для того, чтобы разделить радость праздника с друзьями и родными, а не в целях заработать деньги. Я редко выступаю на мероприятиях такого плана. Я хожу на мероприятия только тогда, когда я знаю виновника торжества. На сегодняшний день твой бизнес стремительно развивается. Тенденции по организации таких мероприятий стали быстро меняться. Появилось понятие режиссуры. ТОИВ-клиенты научились воспринимать работу свадебных организаторов как необходимый процесс. Впрочем, и звезды начали тщательно готовиться к выступлению. Да так, что словно покоряет мировую сцену. Хочу сказать, что я отметил, что той бизнес вырос. Стали делать очень качественную тойскую музыку, скажем так. Поэтому, да, безусловно, и клипы вышли хорошие, и, безусловно, когда они выходят на той, скажем так, и у них очень даже хороший вид, красивый вид, да, не как это было раньше. Той бизнес – это, конечно же, очень хорошая вещь, уже традиция в казахстанском шоу-бизнесе. Это неплохой дополнительный заработок и неплохое место, где можно почувствовать публику как нигде, в другом месте, близко, реакцию, увидеть, любовь народа как таковую. Поэтому той бизнес пусть процветает, и мы будем стараться и работать и в шоу-бизнесе, и в той бизнесе.